Саша, ты готов, да? Да. Я надеюсь, ты хорошо отметил день рождения. Я ещё отмечаю. Ещё отмечаешь? У тебя до 3 декабря будет? Ну, почти, да. Включительно. Да, потом начнём готовиться к Рождеству. То есть 3 декабря 300 лет в сковороде? Да, да, да. Со дня рождения? Да, да. Вот. Хорошо. Скажи, а что сейчас с твоим университетом? Работает по Зуму. По Зуме, да. Вызывает у меня большие страдания по четвергам, пятницам. То есть у тебя студенты слушают... Много пар. Так, доклад... У тебя слайдов... Да, ты сказал, что слайдов нет и доклад... Отделение. Я забыла, как твой доклад называется. Человечность на войне. Человечность на войне, хорошо. Всё очень просто. Дорогие гости, пока все собираются, я начну постепенно представлять нашего следующего докладчика и делать организационные объявления. Как вы знаете, что в центре Арва Пиарта можно посмотреть фильм о композиторе, можно посетить часовню, библиотеку. И я это ещё раз повторю после этого доклада. Но вот пока все собираются, будем говорить сейчас. Хорошо, я думаю, что сейчас мы уже начнём переходить к основной части. Наш следующий докладчик Александр Филоненко выступал уже на этой сцене два раза, кажется. Два раза. Два раза. И ранее тоже выступал на конференции нашей школы Александр Философ, богослов. И вот до недавнего времени работал физически в Харьковском университете, а сейчас продолжает там работать дистанционно. Он преподает курсы по философии. Александр автор таких важных работ богословских, как «Океан тайны», «Богословие». Помоги мне, Саша, как твоя последняя книга называется? «Семь лекций о красоте. Теоэстетика». Теоэстетика, да. «Семь лекций о красоте». «Семь лекций о красоте». Вот, замечательно. То есть сейчас мы перейдём непосредственно к докладу, потому что большинство уже здесь, и мы дадим всё это время, не будем занимать на длинные разговоры, «Человечность на войне». Вот такая тема нашего следующего доклада. Саша, начинай. Добрый день. Простите, что мне немножко плохо вас видно, но для меня сегодняшняя встреча – это встреча в дружеском кругу. Это что-то среднее между докладом и свидетельством. Скорее, это христианский дневник последних восьми месяцев. И мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми богословскими соображениями о человечности. Ну, митрополит Антоний Сурожский, когда-то приезжая из Англии в Советский Союз, говорил на одной из проповедей, расстояние земли людей не разделяют, люди разделяют грехи. Но все-таки мы все тоскуем на расстоянии друг от друга. И поэтому каждый раз возможность такой встречи, как сегодня, это упражнение в райском опыте, когда расстояния не разделяют, и есть возможность проверить это. В каком-то смысле этот доклад продолжения размышлений конференции, мне удалось посмотреть все доклады вчерашние и сегодняшние. И я хотел бы начать с того, что история войны, в которой мы сегодня принимаем участие, это, безусловно, христианская история. Мне хотелось бы говорить о христианских смыслах. Ну, во-первых, война началась 24 февраля в четверг, и 4 часа утра в Киеве, я был в Киеве, и живу я в Харькове. И поэтому сегодня Харьков бомбили, и было несколько дней, когда Харьков не бомбили. Наверное, вы знаете, что это самый большой прифронтовой город с университетом и так далее, в котором я, конечно, работаю. Университет не прекращал свою работу. И вот начало войны было таким очень важным, потому что в четверг все началось, в пятницу и в субботу в русской армии были обнаружены парадные костюмы офицеров и солдат, предназначенные для праздничного победного парада на Крещатике в Киеве, который готовился на воскресенье, конечно, потому что весь православный мир воскресенье отмечал неделю о страшном суде. И вот этот символический ряд очень редко прочитывается, но если вы следите за новостями и связываете их с православным календарем, то вы увидите, что Россия ведет войну по православному календарю. В Пасху бомбили Одессу, начали войну в неделю о страшном суде. Ой, я немного плохо вас вижу. Все нормально? Слышно? Слышно, да. Слышно, слышно. Все в порядке? Потому что картинка плавает. Вот. И, конечно, если мы хотим присмотреться к христианским смыслам из этой нашей восьмимесячной истории, то мы не можем миновать этой великой неделе о страшном суде, потому что для российской пропагандистской машины победа означала бы страшный суд, но для украинцев эта неделя прозвучала совсем по-другому. Конечно, мы все с вами знаем эту историю почти наизусть, когда Господь рассказывал о том, по какому признаку люди окажутся справа в раю или слева в аду на страшном суде. Этот признак очень неожиданный. Вы помните, что праведникам и грешникам он говорит одно и то же. Праведники, идите направо, потому что я был голоден, и вы накормили меня, я болел, и вы посетили меня в больнице, я был в тюрьме, и вы пришли, и так далее, и так далее. И праведники и грешники задают Господу один и тот же вопрос, а когда это было, что ты приходил? В этой истории поразительно, что и те, кто в раю, и те, кто в аду во время земной жизни, Христа не узнали, когда Он приходил. И это удивительная история, потому что мы часто думаем, что для того, чтобы решить судьбу райскую или адскую, судьбу страшного суда, нам очень важно узнать Бога. Это, конечно, так, но для Бога это не очень важно. Вот неделя о страшном суде в этом смысле – это демонстрация того, что важно самому Богу. Ему не важно, чтобы мы его узнали. Ему важно только одно – чтобы мы смогли быть человечными. И человечность, как высшее божественное требование к человеку – это то, с чего начинались наши страшные события. Вот если мы говорим о человечности, то в каком-то смысле тяжба о человечности – это наш христианский рейтмотив, в котором украинцы сегодня живут и верующие, потому что все, что происходит, обращают к этому вопросу. Украина побеждает благодаря тому, что вопрос о человечности оказался не вопросом, просто этических ценностей, ориентиров, но чем-то более существенным. И мне хотелось бы присмотреться к этому богословию человечность. Я думаю, на английский трудно перевести, но по-русски мы, характеризуя человека, говорим о человеческом и человечном. Когда мы вспоминаем человеческое, мы говорим «увы, все мы люди». И Ницше повторяет «человеческое слишком человеческое». Когда мы говорим о человеческом, мы говорим о некоем минимуме человеческом, о том, что все еще отделяет нас от других существ во Вселенной, но никаким образом не характеризует человеческой надеждой. А с другой стороны, когда мы говорим о человечном, то мы сталкиваемся с удивительным феноменом. Быть человечными нам удается редко. Человечность каждого из нас восхищает. В каком-то смысле человечность – это желанная цель, которую все мы стремим. Саша, ты раз. Словечным? То очень важно понять, каким образом. Прочеловечное? Да, вот после «человечное» вот там пропал звук. Да, повторю. Это самый главный тезис. Потому что, когда мы говорим о человеческом, мы чаще всего имеем в виду минималистскую антропологию. Тот минимум, который отличает нас от иных существ. Когда мы говорим о человечном, мы говорим о человеческом максимуме. о том высочайшей реализации человеческого, как призвание, божественного призвания. И, в общем, речь о человеческом, о том, как быть человечным, это речь о раскрытии промысла Божьего о человеке. Когда мы говорим о человечности на войне, это звучит несколько парадоксально, потому что мы все привыкли думать, что война расчеловечивает, и это так. Что война – это страшный, трагический опыт, в котором люди часто теряют человечность. Мне хотелось бы говорить о том, что сегодня Украина в этой истории битвы Давида с Голиафом держится и побеждает только потому, что у нас сложились определенные практики человечности, безусловно, христианские, и к ним мне хотелось бы присмотреться и показать, каким образом сегодня человечность трансформирует культуру общества, церковь, общины и так далее. В конце концов, для меня стало очевидным в эти месяцы, что единственный серьезный вопрос, который сегодня волнует всех, это именно вопрос о силе человечности. Если мы заходим на это понимание минимальной и максимальной антропологии, то, конечно, это обращает нас в первой главе книги «Бытия», как сегодня уже упоминалось, по-моему, несколько раз, я не буду этого повторять, только напомню, что в первой же главе речь идет о том, что Бог замысливает человека по образу и подобию, а творит только по образу. И это таинственное исчезновение подобия, конечно, давно известно православным богословам, отцам церкви, и комментировалось это очень часто просто, что да, в нас есть образ Божий, и мы призваны его раскрывать, и этому служит образование. А мы говорим об образовании, как раскрытии образа Божия, но есть еще и подобие, которое замыслил Господь, но реализовать должны мы в общении с Ним. Вот подобие, как та новизна, которая приходит в мир только благодаря человеческой свободе, человеческому участию в промысле Божьем, это та часть, которую мы часто теряем. И вот если мы говорим об образе и подобии в таком ключе, то эта пара в каком-то смысле соответствует представлению о минималистской и максималистской антропологии. Как минимум, в каждом из нас есть образ Божий, и открытие его – это великая задача. В этом смысле слово минималистское не должно нас смущать. Это не минимум наших усилий, а ориентир на образ Божий в каждом из нас. И раскрытие этого образа, конечно, приоритет, но когда мы говорим о человечности, очень важно помнить и о подобии. О том, что через подобие человечность раскрывается как надежда, как ориентация в будущее, как то, что стремится реализовать промысел и новизну, Божью новизну творения. В этом смысле, стремясь реализовать подобие, мы вступаем в зону соучастия или причастности к Божьему продолжающему сотворению, когда Бог становится той новизной, которая должна выйти в мир через нашу человечность. Это самое общее богословское рассуждение набирает силу, когда мы присматриваемся к человеку на войне в ситуации крайней неопределенности. Я думаю, что мы все это переживали и в коронавирус, и в других обстоятельствах. И Виктор Франкл писал об этом, как о главном своем опыте, вынесенном из концлагеря, когда утверждал, что самая убийственная стратегия для человека во время испытаний это надеяться, что неопределенность скоро закончится. Вот первое естественное человеческое желание, когда все спрашивали себя, когда это закончится, через неделю, две, месяц, когда мы выйдем из этого состояния неопределенности, человека разрушает. Есть поразительное утверждение Вольтера, я каждый раз извиняюсь, когда о нем вспоминаю, потому что он не лучший гость на богословских конференциях, но Вольтер однажды сказал, что неопределенность страшна, а определенность абсурдна. Абсурд определенности нам кажется более привлекательным, но вот время и жизнь во время войны показывает, что сама надежда на определенность, на возвращение мира в ту точку, в которой мы были до войны, разрушительна. Тогда что же делать человеку в таком положении? С одной стороны, можно закрыться от неопределенности и создать для себя некий пузырь определенности, локальной определенности, либо открыться, но тогда эта открытость может быть разрушительной. Вот я принимал участие в многих разговорах в Украине и богословских тоже, когда слышал от очень многих людей тезис о том, что открытие неопределенности может влезть за собой только одну конструктивную позицию. Эта позиция называется влюбиться в неопределенность. Влюбиться в неопределенность. Все украинцы сегодня находятся в этой точке. Все мы учимся трудному искусству, в любви к неопределенности. И вот в этой точке мы открыли для себя, я открыл для себя, странное уравнение, что поиски человечности и поиски этой влюбленности в неопределенность это одни и те же поиски. Ответить на неопределенность, жить в этих условиях, жить творчески и плодовито способен только человек, который помнит этот призыв к Богу, к человечности. И за этим ключом мне хотелось бы пойти. Вызов огромный, потому что все рассуждения о человечности проходят на фоне огромных, прожитых всеми нами практик расчеловечивания, которые составляют суть Советского Союза. И мы не будем об этом сегодня вспоминать, но очень важно, что противоядием от этих огромных, развитых, все еще действующих, все еще работающих практик расчеловечивания являются ключи или противоядия находятся в неожиданных местах. Вот все эти годы для меня таким противоядием была встреча с Данте. И мы читали Данте с разными людьми в разных компаниях. И очень важно, что Данте дает ключ к выходу из радикального кризиса расчеловечивания. О Данте я много говорить не буду. Буквально сегодня после нашей конференции я уезжаю в город Днепр, который тоже сейчас обстреливается почти каждый день, потому что там собираются люди в саду три дня читать Данте, чтобы лучше понять, в каком смысле это чтение является ключом к пониманию наших обстоятельств сегодня. В качестве подарка на день рождения я получил письмо от Ольги Александровны Седоковой. Я надеюсь, что она тоже где-то с нами сегодня. Она участница конференций ваших. И она сообщила мне очень такой волнительный факт, что всю свою жизнь она читала Данте и считала своей целью раскрывать рай и чистилище, потому что никто этим не занимался, все читали ад. И только в эти месяцы войны она позволила себе сделать новые переводы из ада, потому что это чтение помогает уяснить христианские смыслы того, что происходит с нами, с христианской цивилизацией и с христианской педагогикой. Вот итак эта точка преодоления расчеловечивания, где и как она происходит. Данте в этом смысле дает неожиданный камертон, неожиданную настройку в первой же Торцине Божественной комедии, когда он говорит, что земную жизнь, доедая до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины, мы должны спросить, а что случилось с этим человеком? Это 1300-й год, Данте является одним из шести правительных богатейшего города на земле, счастливым отцом большой семьи, живущим в центре красивейшего города, являющимся классиком итальянской литературы, умнейшим человеком своей эпохи, и тогда что с ним случилось? О каком темном лесе он говорит? О каком кризисе? О какой смертельной опасности? Это не человек, переживший лишения, все еще он не политический беженец, все еще он не приговорен к смертной казни, с ним происходит вещь пострашней, он потерял себя. Вот недавно обсуждали программу психического здоровья Украины и проблемы посттравматического синдрома и обсуждали какую группу населения нужно выбрать в качестве фокус группы, на которую направлены все программы. Кто это? Беженцы, женщины, дети, солдаты. Оказалось, что все программы сфокусированы на человеке, который несет на себе бремя ответственности за семью, детей, страну и ему кажется, что главное, что он сегодня должен делать выглядеть молодцом, не показывать вида, что с ним происходит что-то тяжелое, потому что любые проблемы этого человека немедленно вызывают тревогу у всех окружающих. Поэтому в нашей ситуации, как ни странно, самая трудная ситуация разворачивается с людьми, несущими на себе бремя ответственности. И это дантовский герой. Это дантовский герой, человек, который отправляется из темного леса в поисках человечности, отправляется далеко, собственно говоря, в рай. И вот если мы сегодня смотрим на эту точку, точку открытия человечности, как место, в котором рождается новая культура, то нужно несколько примеров. Ну вот однажды во Львове летом я встретился с мэром Львова Андреем Садовым, который рассказал мне о инициативе рожденной во Львове и превращающей его совсем в другой город, по сравнению с тем, о котором мы знали. Я думаю, для многих людей Львов это западные ворота Украины, красивый туристический город с развитой IT-структурой, IT-бизнесом, индустрией. сегодня это город, который принимает людей и превращается в сердце милосердия Украины. Вот Львов открывает что-то новое, но как он открывает? Появилась огромная инициатива, которая по-английски называется Unbroken, по-украински называется Незлавни, но это центр, который мыслит себя следующим образом. Когда мы встречаем людей в беде, нам кажется, что мы должны оказать им неотложную помощь, медицинскую, социальную, но это слишком мало. Садовой рассказал историю, показал мне фотографию, которую, наверное, многие из вас видели, даже в Эстонии. Фотографию семьи из Краматорска во время бомбежки вокзала, когда мама, одинокая мама, примерно 40 лет, получила ранение, ей оторвало ногу, ее дочери оторвало две ноги, а их братик оказался 12-летний цел, они оказались во Львовском госпитале, и мэр Львова показывает мне фотографию и говорит, вот как я могу, что я должен сделать, для того, чтобы смотреть глаза этой семье. Конечно, они должны получить лучшую реабилитацию возможную в мире, и действительно, эта семья получила все возможные протезы, которые только можно получить, но, глядя в глаза маме, ее дочери, ее сыну, совершенно невозможно сказать, что медицина отвечает на ваши нужды. Понятно, что самая лучшая в мире медицина, это маленькая-маленькая доля того, что должно случиться с этими людьми, и кто-то должен, смотря им в глаза, отвечать на этот вызов. Поэтому появляется огромное предприятие человечество. Последняя фраза пропала. И вот этот львовский случай пропала фраза. Повторю. Что для меня пример медицинского центра Unbroken во Львове, это пример того, когда становится ясно, что больница, дающая самое лучшее медицинское сопровождение, это только первый предварительный шаг к гораздо большей работе, в которой реабилитация больше и важнее, чем медицина. Это переворачивание институциональных схем происходит буквально везде, и во Львове это понятно, и произошла удивительная история, о которой хотелось рассказать именно в центре Арвопярта. В 1920 году в Вене случился трагический случай, когда домой в семью Витгенштейнов самую богатую австрийскую семью вернулся сын, виртуозный пианист, которому на войне оторвало правую руку. И казалось бы, вот в его лице австрийский модерн закончился. Все упования семьи, культуры, расцвета венской музыки, как будто бы закончились этим молодым человеком, вернувшимся с фронта без руки. Реакция на это событие была неожиданная. Пять лучших композиторов мира написали специальные произведения для Павля Витгенштейна, чтобы он умел концертировать левой рукой. Его брат Людвиг, великий философ, был в бешенстве. Он говорил, что слушай, Павль, как ты можешь играть, зрители приходят смотреть на тебя, как на обезьянку в цирке, которая справляется одной рукой. Композиторы об этом знали, поэтому все пять произведений написаны таким образом, чтобы это было не доброта к инвалиду, а рождение новой музыки. отозвались Штраус, Бриттен, Прокофьев, Равель, и среди этих пятерку завершал Сергей Борткевич, харьковчанин, который стал венским композитором и написал фортепианный концерт номер два для левой руки, который Витгенштейн потом играл всю жизнь, был академиком Американской Академии, автором учебника по игре на фортепиано для левой руки и его выступление вы легко найдете в Ютубе. Эта история пришла ко мне в годы вот в эти месяцы войны, когда стало ясно, что тогда во время Первой мировой войны было открыто, что ответ на трагедию войны это не только реабилитация, но и создание такой культуры, которая превышает, покрывает эту трагедию. Тогда украинский композитор Сергей Борткевич ответил на трагедию Витгенштейна, сегодня должно произойти что-то подобное. Больница теперь, Львовская больница это не просто медицинское учреждение, не просто реабилитация, а еще и место рождения новой культуры, в холле которой стоит рояль и почти каждый день проходят концерты и классической музыки. Вот этот пример для меня определенная метафора того, что происходит сегодня с культурой, которая видит свою будущность в культивировании человечности. Опять, человечны мы не потому, мы говорим о человечности не потому, что украинцы как-то особенно человечны, а потому, что у нас нет другого выхода для того, чтобы выстоять в этой войне и ответить на ту неопределенность, которая открывается, украинцы открыли только одно ноу-хау. Против ракет и против масштабных действий побеждает только открытие человечности. На первый взгляд это кажется парадоксальной историей и к ней стоит присмотреться, потому что это не только Давид и Голиаф, это более-менее древняя христианская история. Когда с этим критерием мы можем подходить к самым разным решениям, к самым разным ситуациям и к разным проблемам. Следующая история это Пасха. Я очень ждал первой украинской Пасхи, думал, что она будет громкая, но вы знаете, что делает Бог с нашими мыслями и планами. Я надеюсь, вы помните в Удиалино, который говорил, что лучший способ заставить Бога смеяться, рассказать ему о своих планах на будущее. Вот мы тоже рассказывали планы на будущее, но все, что происходило, было, как всегда, более значительным и более красивым. Я оказался на Пасху в маленьком украинском селе под Днепром в храме отца Андрея Пенчука и вот этот опыт воскресения украинской Пасхи означал судьбу человека, священника, который развернул во время войны просто немыслимую деятельность, когда он каждый день вывозил из горячих точек фронта сотни людей, десятки людей и сейчас это тысячи людей, которых он вывозил не потому, что он военный, не потому, что он еще кто-то, а потому, что он священник. Вот шесть огромных автобусов отправлявшиеся в горячие точки в серую зону. Это было ставшее знаменитым священническое служение отца Андрея Пенчука и было удивительно, что Пасху мы встречаем вместе. Следующее важное событие это 21 сентября. 21 сентября это день Рождества Богородицы, конечно, и мы все отмечали Рождество, но в Киеве это еще и день храмовой иконы Софии Киевской. Я вот сейчас с вами разговариваю, буквально находясь там в 100 метрах от Михайловской площади напротив Софии Киевской и в Украине проснулась тема Софийности. 21 сентября в Софии нам удалось встретиться с людьми, которые сегодня ищут это будущее Украины и одним из таких открытий, которым хотелось бы с вами поделиться, стало то, что когда заходишь в храм Софии, не сразу помнишь о том, что храм посвящен Рождеству Богородицы. Поэтому это очень логично, что 21 сентября день Софии Киевской и, конечно, инстинктивно по православной привычке ищешь храмовую икону. Она должна быть, конечно, справа. Но если вы посмотрите справа, вы вместо иконы Рождества Богородицы обнаружите знаменитую икону Софии Премудрости Божией, на которой написано «Премудрость сотворила себе дом». И это аллегорическая икона 18 века, которая рассказывает о том, о добродетелях, о семи свободных искусствах, о пророках, святых и ангелах. Это огромная композиция, которая аллегорически показывает, как именно Премудрость создает себе дом. И вот такое толкование Рождества Богородицы для меня было неожиданным, что еще и в том смысле, Премудрость сотворила дом еще и в том смысле, что родила Богородицу, которая является домом для Господа. Вот почему было важно для нас 21 сентября, почему важно в воюющей стране встречаться в Софии Киевской. Потому что там мы как никогда переоткрывали это софиологическое начало христианства, когда собственно софийность это про что? Про воплощенность мыслов. Я сейчас не буду разбирать этот сюжет, достаточно отослать к знаменитой статье Сергея Сергеевича Аверинцева, посвященной Софии Киевской, написанной в 60-е годы, опубликованной в 70-е, в котором он разбирает все смыслы премудрости Божией иудейские, античные и христианские и показывает, что премудрость Божия, конечно, сближается с Христом, с Церковью, с Богородицей и все эти сближения роднит только одно, что в каждом случае важно, что София это не аллегория Господа, Богородицы или Церкви, а каждый раз это аллегория воплощенности Божественного промысла. И вот в этой точке очень важно было открыть и увидеть, что наша нужда в воплощении нового будущего Украины реализуются через культивирование человечности. Вот это уравнение, уравнение, связывающее человечность и неопределенность в некотором, во встрече, в которой что-то рождается, это и есть тот вопрос и тот нерв, вокруг которого мы живем и стараемся действовать. Вот конечно, сейчас подождите, я посмотрю на часы, потому что у меня еще забыл, извините, ах, кто-то должен, Ирина, вы должны меня сориентировать по времени, сколько у меня есть минут еще? Ну, время на доклад вышло, сейчас время уже вопросов, мы можем дослушать. все, как прекрасно, нету двух минут? Прости? Двух минут? Да, есть, 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 нету? Есть, пожалуйста, есть минуты, Когда, да, я хочу поделиться главной метафорой, с которой мы живем, и я уверен, что это ценная метафора, когда рождается ребенок, над ним хлопочат два врача, акушер и неанатолог, акушер занят мамой и сохранением ее здоровья, неанатолог занят младенцем и его будущим, между ними сложные отношения. Когда мы говорим о рождении новой культуры, происходит такая же история. Есть акушеры, которые заботятся о сохранении идентичности, в нашем случае это армия, но для нас сейчас очень важно в культуре открыть неанатологов, тех, кто хлопочет о будущем. И вот эти хлопоты о будущем раскрывают совершенно невероятный обзор культуры, в которой все строится вокруг нужды в человечности и культивирование этой человечности. Поэтому мне хотелось еще какой-то бросить свет на это рассуждение внутри неанатологической метафры. Все, спасибо большое. Вдруг есть вопросы. Так, меня видно, слышно? Нет, я не слышу. Ты меня не слышишь? Что? Ты не слышишь микрофон? А так, слышно? Алло, ты меня слышишь? Да, да, слышно. Да, да, слышно. Ну, можно попробовать с вопросами пройти на сцену, если есть желающие. Потому что он кассон кюсимусет. Ну, вы, было, кейгитагс, микрофон. Я сейсмин. Может быть, кто-то хочет микрофон, вопрос задать? Скажите просто так, и я передам Александру вопросы. Вы меня слышите? Алло? Нет. Слышу, попробую. А, прекрасно. Скажите, ну, нет слов, чтобы вас поблагодарить за ваш доклад, но какое вы видите противоядие против ненависти, которое, конечно, тоже в обществе. Против? Ненависти. Ненависти. Хейтрид. Ненависти. Противоядие против ненависти. Какое я вижу противоядие против ненависти, да? Да, я думаю, оно одно. Вот, раскрытие человечности никогда не возникает как противодействие ненависти и злу. Человечность всегда рождается как ответ на красоту. И вот для меня эта формула очень дорогая, что это, и это очень странно говорить во время войны, но человечность никак по-другому не приходит в мир, кроме как сердечный ответ или ответ человеческого сердца на красоту. Поразительно, что во время войны эта красота обрела человеческое лицо. Вот, если спросить, где мы видим эту красоту, где вы видели эту красоту, я могу в ответ рассказывать десятки историй о том, как проявляется эта человечность, и человечность становится, и она и становится лицом этой божественной красоты сегодня. Я вам совсем ничего не сказал о нашем великом поэте Григории Савичи Сковороде, которому 300 лет скоро будет. Он написал, создал так называемый «Сад божественных песен». Сборник, знаменили. Саша, мы тебя не слышим. На его день рождения мы можем подарить только простые подарки. Новые, новые божественные песни. И что это за песни? Это песни о рождении рождении этой человечности. Я думаю, что это единственное, ну, как вы говорите, противоядие против ненависти. Это культивирование человечности. И это не вторичная мера, это само сердце нашего ежедневного усилия. спасибо. Саша, спасибо. Да, пожалуйста, спасибо, что терпели. Я надеюсь, что ты останешься в течение конференции. нельзя обниматься. Нет, но мы тебя обнимаем мысленно. останусь, останусь. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо.